Вячеслав Твердохлебов. 30 лет среди негодяев. Криминальный боевик. Приобретайте в магазине издательства Книжный Мир. Ссылка в описании к ролику. Добрый день, уважаемые читатели издательства Книжный Мир. Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала Книжный Мир. Сегодня к нам в гости в редакцию пришел наш автор, человек удивительной судьбы, Вячеслав Евгеньевич Твердохлебов. Здравствуйте, Вячеслав Евгеньевич. Здравствуйте, Вячеслав Твердохлебович. Очень приятно Вас видеть. В хорошем здравии. Я хочу поздравить Вас с тем, что Вы приехали в столицу нашей Родины, в город-герой Москву. Скажите, пожалуйста, Вы обладатель богатой биографии. Насколько я знаю, Вы были спецназовцем военно-морского флота. Это так? Да, это так. То есть Вы были водолазом? Я был аглологистом. То есть был морским котиком когда-то. Был командиром группы. Ну, нами руководили грушники, главный разведуправление, потому что я служил у человека с очень большим опытом работы на флоте. Это контр-адмирал Герасимов Дмитрий Федорович, Герой Советского Союза, который в свое время когда-то командовал подводными лодками, у нас подо льдами. Вот он такой человек необычной судьбы. Он очень много мне помогал. Очень много. Молодой был еще тогда, знаете, как бы несло немножко, тем более в таком окружении, когда все доступно тебе, выезды за границу, специальные операции за границей, потому что мы же стреляли и убивали тоже в то время. Но это приказ был. И никуда не денешься. По концовке вся эта служба меня привела к преступлению. То есть я застрелил начальника особого отдела, черноморского флота, полковника Землянова такого когда-то. И тут начались розыски, гонка, криминал и все остальное, что было. Так я попал на скамью подсудимых. Ну, срок далее небольшой, хотя за этого Землянова меня никто не осудил, там все утрясли. Я пока в бегах был, двоим оперативникам в ресторане сломал челюсти. Я занимался боксом очень длительное время. Занимал хорошие места, ездил на Союз, выступал. Ну, боксеры меня знают все. Такой был когда-то еще хороший боксер был Валера Попенченко. Да, это легенда. Это у меня очень хороший знакомый мой. Потом был Серик Анадбаев, Руслан Ибрагимов, Дан Поздяк, который уехал на Кубу и тренировал кубинцев. Там школа бокса сразу подскочилась, это еще в 60-е годы. И Михаил Турецких. Он сейчас живет в Далласе, в Америке. Ну, он уже постарше меня, лет на 12. У него там свой ранчо, как говорится, и все благополучно в семье. До сих пор еще живой. Я нет-нет, с ним переписываюсь, ну, по электронке. Ну, а сам в общей сложности сидел почти 50 лет. Сумок зайдет? Ну, это не за один срок, а за три. В 2000-м мне приговорили к высшей мере наказания. Я застрелил одного человека, который занимался нехорошими делами. Ну, а официально он был коммунистом, проводитель досога, каратист, чемпион Европы был по карате. Перешагнул рубеж людской, и воры вынесли на нем крест. Я исполнил приговор в исполнении. И получил за это высшую меру. Впервые был такой когда-то генеральный директор порохового кировского завода, Никитин. Это отец моего близкого друга. Ну, вот друг у меня тоже служил в десантных войсках когда-то, Женька. Потом его комиссовали по состоянию, здоровье всем постало барахлить. И вот Никитин привез в Москву и туда журналистов. Ну, приговор суда меня отменили. Дело ушло на доследование. Потом пять судов. В оконцовке мне дали 15 лет особого режима. Из них пять лет крытой тюрьмы. Но в укрытую тюрьму я заехал уже не первый раз. Ранее там тоже отбывал. Пересекался с очень большими людьми, перед которыми я до сих пор преклоняюсь. Они меня много научили в этой жизни. Был такой очень известный, популярный вор. Вася Бриллиант. То есть Бабушкин. У него фамилия. Вот с этим человеком меня судьба столкнула в первые дни моего укрытого заключения. Он так очень умнейший человек был. Я с отраганием до сих пор вспоминаю о нем. Он тоже сидел в 46 лет в общей сложности. И умер в Лебеде. Его отравили. В 86 году, 24 ноября. У меня по ночи номинально носит числа, даты, телефоны. Как вы думаете, специально его туда этапировали? Его специально этапировали. И поначалу, когда первого человека заслали к нему, чтобы он его задушил, тот, когда узнал, кого надо душить, он отказался. Этот человек. Поэтому ему посыпали отраву. Я в это время тоже в Нераде находился. Тоселок Тартовый. На особом режиме. И уже с Лебедя нам прислали маляву, как говорится, прогон по поводу смерти Васи Бабушкина. Василий, я всегда говорю, Славка, ты еще молодой, горячий, энергичный лет. Помни мне, говорит, правильный лет. Работы гадской нет. Есть просто люди гады. Это был человек с феноменальной памяти. Это ходячая энциклопедия. И мне он оставил только добрые чувства. И очень сильно повлиял, конечно, на мою дожигейшую жизнь. Я неоднократно во многих лагерях был положенцем за общими делами. Кого-то надо наказать, кого-то надо пригладить. Сами понимаете, тюрьма – это не очень просто. В тюрьме люди учатся не только жить, но и выживать. В настоящее время, вот последний раз, я освободился 16 августа этого года, 22-го. Отсидел без пяти дней 22 года, без выхода. Ну, что, люди встретили, помогли. Сейчас, в данное время, вот приехал в Москву к приятелю, очень близкому другу. Ну, встретили вообще, в кольцаря, можно сказать. Как вы думаете, кому была выгодна смерть Василия Бабушкина? Смерть была выгодна Василия Бабушкина, я вам скажу, я даже не думая скажу, так, как она есть. Она была выгодна тем людям, кто представлял собой МВД, то есть генералам. Я даже могу фамилии некоторые генералам назвать. Ну, многих из них уже нет, потому что времени прошло уже много. А так, судьба у меня очень много раз сводилась с другими достойными людьми. Тоже ворами в законе еще старой формации. Не эти, не нынешние апельсины, так называемые. Это Вася Бузулуцкий. Могу еще десяток назвать. А не было у вас желания войти в семью? У меня желание было. Ко мне подходили дважды. Такой боец был, Серега, вор в законе. Он говорит, слава. Я говорю, Серега, не могу я стать вором. Знаешь почему? Потому что я служил. Присяга. Присяга это раз, я погоны носил. А этот среди воров недопустимо. Он говорит, да кто сейчас на это посмотрит туда-сюда? Я говорю, не могу, Серега. Ну, вот веришь, нет. Мне бандитам гораздо легче жить, чем воров. Мне многое разрешено. А я, видите, старой формацией. Почему? Потому что я знаю, что, допустим, вор не имеет право держать свою семью. Там много таких моментов есть, когда это надо все соответствовать тому, кто ты есть. А сейчас же этого нет. Сейчас шагают, шагают только вперед, побольше бабок заработать. С кого-то получить, кого-то ободрать. А это нехорошо. Поверьте мне. Я очень много раз в лагерях пресекал таких людей. Доходило до того, что он кулаки, как помаяние ведра, лупил. Хотя у меня уже возраст 70 лет. Ну, навыки боксера сказываются. Занимался восточными единоборствами когда-то. Вот такая жизнь и судьба у меня сложилась. Вячеслав Евгеньевич, ну, еще раз поздравляем вас с приездом в столицу нашей Родины. Что, слава Богу, что вас встретили, что все хорошо. И желаю вам новых творческих успехов. Хотел бы я сказать, Дмитрий Викторович, нашим людям, кто наш канал смотрит, чтобы побольше было справедливости, поменьше болезни. Чтобы вы уделяли внимание старикам, были внимательны к детям. Чтобы дети чувствовали, что у них есть, кому за них позаботиться. Ну, вот так. Всего самого наилучшего всем. Спасибо большое. Всего доброго.